Четыре по две. Ну да, когда как зарабатывали, так и прочее. С вами не работаете. В центры занятости обращались по вопросу? Нет. Обращаем вам официальное предупреждение об уголовной ответственности. То есть, раз был привлечен, не стал на путь исправления, сумма задолженности возросла, никаких мер для того, чтобы погашать задолженность, не применялось, и должники привлекаются именно к реальному сроку. До двух лет лишения свободы за неуплату алиментов. Такой срок ждет нерадивых родителей. В прошлом году за решетку отправились почти 40 человек. Дети всегда твоя родная, кровь и плоть. И как бы там не складывались отношения с бывшей супругой, но дети это твои. И ты за них в ответе навсегда. С каждым годом должников по алиментам становится меньше. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных производств уменьшилось почти на 300. За пять лет – на 1200. Это каждодневная работа судебных приставов, выходы в адреса. И хочу сказать, что выходов за четыре месяца текущего года было 1402. Мы и проверяли имущественное положение должников. В результате проверки имущественного положения составлено 235 арестов. Лучший вариант для обоих родителей – договориться обо всем мирно. В случае вмешательства приставов должникам грозит не только арест имущества, но и привлечение к административной или уголовной ответственности. Ограничение в правах управления транспортом, запрет на выезд за пределы страны. Так, например, 40-летний житель посёлка Супонево выплатил в апреле текущего года 136 тысяч рублей для того, чтобы ему разрешили покинуть пределы Российской Федерации. Большая часть работы по взысканию алиментов проходит в рейдах. Далеко не всегда неплательщики идут на контакт. Кого-то не застать дома, а кто-то и вовсе регулярно меняет место жительства. Скажите, а у вас третья квартира прошивает? А в данном моменте жительная местера я не видела её уже. Мельё висит давно. Если бы не только ужесточение с мерами в отношении должников, но ужесточение с легализацией заработков было бы, то, наверное, бы этой категории было гораздо меньше. Ребёнок – это ответственность обоих родителей. В случае развода алименты – обязательный вклад в счастливое детство. Чтобы не только родители, но и сами несовершеннолетние могли узнать и защитить свои права, в Бренске заработал Центр бесплатной правовой помощи детям. Не всегда дети могут доверить своим родителям какие-то тайны, или боясь, что их осудят, сказать своим учителям, выносить ссоры за сбыток, скажем, у кого-то есть недопонимание с родителями. Кто-то не может понять, с кем остаться жить после развода родителей – с мамой или с папой. Всё-таки детский телефон доверия – это больше психологическое направление. То Центр бесплатной правовой помощи бесплатный – это будет именно правовое направление. И дадут решение ребёнку, предложат его проблемы именно с точки зрения соблюдения законодательства. Центр бесплатной правовой помощи детям расположился по адресу город Бренск, улица Костычева, дом 72, вход адвокат. Александра Савельева, Александр Власов, Бренск и Бренский район.